Кто знает, какая вот самая большая заповедь в христианстве, ну вот на сегодняшний день? Да я, наверное, неправильно сказал. Слышали такое выражение, великое поручение? Кто его знает? Да, до края земли, ну вот как бы христианство живет вот этой заповедью. Знаете, откуда эту заповедь взяли? Ну? Матфей, 28 глава, правильно? А откуда, то есть это цитата, которую Ишуа сказал, а откуда он ее взял? Из Хабада? Окей, интересно. И слово вышло из Сиона. Это не тема моей проповеди сегодня, я продолжаю, пытаюсь продолжить то, чем я говорил на прошлой неделе. Но я просто хочу сказать, знаете, Исайя, 49 глава, написано так. Слушайте меня острова и внимайте народы дальние, Господь призвал меня от чрева от утробы матери, назвал имя мое, назвал имя мое, то есть, ну, о чем-то конкретном говорится. Слышно меня Миша? И сделал уста мои, как острый меч, тенью руки свои покрывал меня, сделал меня стрелою и застренную, в колчане своем хранил меня. То есть, специальное назначение. Вот, кого-то Бог, Творец взял и сделал специально назначенным. Имя назвал, как колчане стрела, это вот как, знаете, в фильмах про Робин Гуда, у него есть куча стрел, но там есть одна особенная, хорошо заточенная. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, тебе я прославлюсь. Про кого говорится? Про кого? Про Ишуа. Еще про кого говорится? Еще мысль. Мысли из зала. Я здесь считаю Израиль, безусловно, еще лучший сыновей Израиля. И поэтому его можно ассоциировать полностью с Израилем, и Израиль полностью с ним. Но здесь мы читаем, что написано, что написано, пером не вырубишь топором. И там дальше напрасно я трудился, и в очередь истощал силу свою. И ныне, говори Господь, я призывал тебя, Бог сила моя. Шестой стих меня пугает. Шестой. Высветите шестой стих. И сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Замечаем здесь ассоциацию с этим великим поручением, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Но, если мы читаем предложение, здесь Творец через пророка Исаию озвучивает программу. И программа не только, чтобы спасение простерлось до концов земли. Какие там еще места есть важные в глазах Божьих? И возвращение Израиля к нему. Послушайте, если я правильно понимаю Священное Писание, или когда мы чего-то вообще делаем, вот когда учат на машине ездить, говорят, вначале нужно что сделать? Машину завести. Если ты ее не завел, она будет на стоянке стоять. А потом уже соблюдать правила и прочее, прочее. До края земли спасение, вот если по этой же формуле, без восстановления колен Израилевых, что-то не срабатывает. Меня пугают, я не до конца понимаю эти слова, но есть поручение. Почему Ишуа в 28 главе Матфея сказал только до края земли? Потому что его миссия основная была восстанавливать колено Израиля. Он говорит, я послан кому? Погибшим, обстанавливать. Думаю, его миссия восстановить Израиль. Почему? Потому что пока эта штука в Божьем творении не работает, все остальное работает с перебоями. Но многие вещи случились наоборот, так или иначе. Короче говоря, вот этот стих меня очень сильно пугает и нервирует, потому что я не знаю, как его объяснить, потому что все всегда думают, все, пошли там в Анголу, в Мозамбик, на Камчатку, на Аляску, давайте проповедовать слово, 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 чтобы они спасались, 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 спасались. Было такой период, смотрите, что происходит в Бразилии. Там массовые пробуждения. Массовые пробуждения пошли вместе с массовыми парадами полуголых девиц, помните? И непонятно, кого там было больше. Или этих массовых пробуждений, или парадов полуголых девиц. Почему? Потому что когда делаем чего-то наполовину, наполовину и получается. Когда прописывают какому-то больному антибиотик, что просят? Прописали, пропей его до конца. Не два дня пропей, а потом брось. Взял целый цикл. Почему? Потому что организм привыкнет, и потом будет сопротивляться антибиотику. Поэтому, вот, смотрите, здесь вот комплекс записан. Как его... Подумайте, может быть, вы отмените мое приглашение.